Контрольное взвешивание перед боем – процедура обязательная, которая позволяет определить, уложились ли спортсмены в свою весовую категорию. Здесь же на весах зрителям бойцы демонстрируют свою форму, а сопернику – настрой. На этот раз М1 Челлендж 77 подготовил 11 поединков. Все 22 спортсмена – это известные российские и зарубежные борцы – чемпионы мира по самбо, дзюдо, панкратиону, кикбоксингу и кудо. Среди них – незнающий поражений краснодарец Артем Фролов, а также сочинцы – Алексей Брус и Сергей Клюев. Это очень хороший турнир. Будут смотреть очень много, наверное, по России и еще другие страны будут тоже смотреть. И поэтому для меня это очень большая ответственность. Тем более я представляю город Сочи. Для меня это очень большая ответственность. Я по-любому должен выиграть. Соперник сочинца – украинский боец Сергей Волошин. А вот главный поединок сочинского турнира – это супербой между сильнейшим российским бойцом полутяжелого веса, учеником легендарного Федора Емельяненко Виктором Немковым и одним из сильнейших спортсменов Бразилии, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Рони Маркесом. Сегодня Виктор Немков находится на пике бойцовской карьеры, является чемпионом мира и победителем Кубка мира по боевому самбо. Умный тактик и настоящий боец. Именно эти качества ведут российского спортсмена к успеху, уверены поклонники смешанных единоборств. В Сочи у меня много друзей, поэтому когда предложили подраться в Сочи, сразу согласился, обрадовался. Сам город мне нравится, очень красивый, зеленый, на берегу моря. Ну, только положительные эмоции. Его противник Рони Маркес сегодня входит в топ-20 средневесов планеты. Не так давно самый многообещающий молодой талант Бразилии потерпел сразу два поражения. И для него бой на М1 Челлендж – это новый шанс для возвращения в мировую элиту. Это мой первый поединок в России. Я с большим уважением отношусь к российским бойцам. Считаю их одними из лучших в мире. Ожидаю хорошего боя и надеюсь, мы порадуем зрителей. В этом году организаторы планируют провести 14 подобных турниров в России и за рубежом.